В своем очередном радиообращении к американцам президент Рейган затронул вопрос о так называемой Берлинской стене. Слово нашему политическому обозревателю, недавно побывавшему в Берлине. За последние два месяца глава Вашингтонской администрации уже в третий раз поднимает тему Берлинской стены, как он именует пограничные сооружения ГДР. И всякий раз президент упорно игнорирует причины, вызвавшие и вызывающие необходимость этих мер. Между тем, причины эти очевидны. Бранденбургские ворота перевидали многое. Незабываемо весной 1945-го над соседним Рейхстагом взвелось алое знамя нашей победы. Теперь за Бранденбургскими воротами проходит граница между Германской Демократической Республикой и Западным Берлином. Здесь стоят на вахте мира солдаты немецкого социалистического государства. Сегодня на этом участке границы у Бранденбургских ворот несет службу подполковник Детлев Айлинг. В последнее время, говорит командир пограничников, обстановка на границе обострилась. На этом участке у Бранденбургских ворот происходят нападения и другие провокации против пограничных сооружений ГДР и наших пограничников. Из Западного Берлина бросают камни, совершают поджоги и взрывы. В Западном Берлине у границы с ГДР побывало несколько высокопоставленных посетителей, в том числе президент Рейхстаг. Здесь, совсем неподалеку от этого места, он выступил с явно провокационной подстрекательской речью. «Подобные выступления, говорит подполковник Айлинг, только накаляют обстановку, поощряют преступные элементы на новые провокации на границе». Что же думают западноберлинцы о нынешнем дне и о будущем своего города? Этот вопрос я задавал многим видным западноберлинским политикам. Важнейшим документом, определяющим статус Западного Берлина, является четырехстороннее соглашение между СССР, США, Англией и Францией. Мы призываем правительство Западного Берлина предпринять конкретные шаги по улучшению отношений с ГДР и другими социалистическими странами, прежде всего с Советским Союзом.